И мы в эфире! Как говорится, передайте привет моим родственникам! Большое спасибо жене, детям, собаке! Рассказывайте. Что вы хотите сделать? Как товарищ попал сюда? Он ползком через нашу Палестину. Реально я удивляюсь, где удост проскочить. А там можно было? Да. Было заранее настроено, все обзаводлено. Он взял прививки и спокойно перешел заменить. Я просто думал, что Израиль не пускает вообще туристов. Никаких. Пускали. Пускали. А, не кусочек? Мы попали в кусочек. А как с билетами ты смог так проскочить? Билеты были с правым заменой. С правым заменой все, да. Все было подготовлено. Вау! О! А, так ты выкупил джет? И потом. С кем общаюсь? Какое поведение должно быть соответствующее? Надо думать вперед. Все правильно, да. Надо заранее выкупать частный самолет. Я согласен. Ну, я очень надеюсь, что остальным желающим попасть на Галиль тоже удастся как-то проскочить. Смотри, самое главное, я думаю, во всяком деле это желание. Есть желание всегда достигать цели. Можно найти дырочку. Всегда достигать цели. Как у вас сектор? О! Вот так у нас сектор. Охренеть! Ну, как говорится. Не часто такое удается, но бывает ситуация, когда удается поймать сход. Ну, хотя бы была поклевка. Что тоже, как говорится, зафиксировали. Да, у вас тут просто целая цель. Слушай, они сейчас нажрутся конопли. Устроят вам здесь гулянку. А голос у них ой противный. У нас проблемы с галтитами. Вот эти? Все вот эти дырки. Там галтит, там трава травой. Это как на Радуте. А? Как на Радуте, говорю. Вишневый сад. И туда. Ну, я скажу, что у Роял Карпа, когда я был, они скажут, что они потеряли все грузила, что у них были. Нет. Мы потеряли все. Дали соседи. Да, у нас как бы этот кубок получился какой-то такой потерный. Да, шо ж, что у нас. Ну, Андрей, ты будешь снимать какую-то вещь. Да, шо ж, что у нас. Ну, Андрей, ты будешь снимать какую-то вещь. Давай, 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 держи, справа уйти. Да, справа уйти. Товарищи, зрители, вторая поклевка в течение буквально одной минуты в секторе команды Big Carp. Караев, Олег, Эмельханов, Александр. Украина, Израиль. Пхай, пхай. Блин. Дважды разговор прерывался поклевками. К сожалению, дважды сходы. Как у нас говорят, сошел, значит, сон. Опаньки. Что-то и у Никобайц не сложилось. Какие погоды у нас стоят, да? Зима, крестьянин торжествуя. Это называется декабрь месяц. Декабрьские морозы. В октябре. У меня видео есть. Там у нас младше. Все замерзшее. Я помню тоже чей-то отчет из наших соревнований, когда они утром встали, в этих всех прикормочных ледрах, там сантиметр льда. У нас вот так. Все, вот так вот. Замерзший? Мы его сняли, боком поставили, он там что-то так. Еще смеялись, обходились. Пипец. Там хотя бы в воду заходить не надо? Там требования очень жесткие, на том добавлении на футболке где-нибудь были. Там хозяин заставляет, когда ты подкачиваешь рыбу, подводить еще мешок тоже. И вытаскивать с мешком. А, сразу с мешком? Да. И, короче, тут топляр. Для меня вообще нужно. Был шармовой ветер после вот этого повода. Так, на ком мы остановились? Ну, обсидели мой переезд. Да. Потом я спросил про сектор. Ну, сектор довольно-таки сложный. С левой стороны стоят буйки. За буйками сразу же идет трава. Очень много прибойных, как шумней прибойных, вот будет затопление. Там очень много коряк. Каждая вытяжка это коряга, трава, что-то мусор. Мы понимаем, что это хорошие точки. Все. Но эти точки, они свое, как говорится, забирают. То есть даром рыба не дается? Не дается абсолютно. Абсолютно не дается рыба. Ну, работаю. Не жалуюсь, работаю. Я смотрю, что вы не работали на супер дистанциях, как бы. У каждого Абрама своя программа, как говорится. Нету супер дистанции. Да мы какие братуны, мы же инвалиды. Он тоже? Он такой, полный. То есть ты его уже сделал инвалидом, я понял. Саша. Я молчу. Подай петицию в ООН. Подожди. Антисемитизм я понимаю. А как вот по отношению к гражданам Украины? Антистоф? Антистоф? Не, ну дело в том, что у нас это последствия татаро-мандуйского видео. Вот это? Вот это себе, да. Поэтому. Я не видел украинцев с фамилией Емельхара, ты видишь? Смотри, кстати, я тоже мало видел украинцев с фамилией Худиев. Ну да, я же о том же. Тем не менее. Или Шикатаров, допустим. О чем это говорит? 300 лет под татарским гигом, дает о себе знать. Нет, смотри, можно сказать, что 300 лет под татарским гигом дали каштановые волосы, карие глаза и кривые ноги. И кривые ноги. Подожди, подожди, кривые и волосатые. У женщин. У женщин. Я тоже жил под татарским гигом. Ну, рядом с гигом. Ну, вообще, как бы, обещанный с утра, неделю назад, ливень с грозой, пока отодвигается, как я смотрю, на вечер. Хотя, опять же, в прогнозе гроза есть. Погода выровнялась, вообще-то. Как давление, вы не смотрели? Упало. Упало. Я бы подошла немножко, но все равно это не то. Ну, смотри, вот эта волна у вас поднялась и сразу две поклевки было. Да, да. С ветерочком принесли. Ну, кажется, как говорят наши друзья с сектора 13, иншалла. Будет все. Будет все, да. Они сейчас там на иврите выступали у меня в прямом эфире, я только и слышал. Иншалла, 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 иншалла. Ну, кепочки свои не одели для... Нет, это не эти. Эти, нет. В кепочках это Ройалкар. Они таки, да, были в кепочках, так положено все. Я пришел. Это были друзы или арабы? Друзы. Это арабы, а то друзы. Это Абутир арабы, да? Абутир это арабы, да. Но друзы, они сказали, что все, что они знают, это Аджон. Аджон как бы три, четыре команды фактически воспитал. И их очень сильно огорчило то, что на гриль разрешено только три участника. Потому что их четверо, друзей. Так они с женами просто хотят? Нет, вот эти двое, как бы Ройалкар и эти пираты. Вот это как бы две команды, которые всегда вместе. Он говорит, мы бы так хотели вместе выступать. Я говорю, а в чем проблема два-два? О, пять дней два-два, это тяжело. Я говорю, ну так делайте так, что один будет первые два дня, а второй приедет на замену на последние два дня. Как бы поучаствует и кто-то другой. Короче, теперь им надо решить между собой, кто из них. Кто из них кто. Ну, Брюсайдер, я как бы реально благодарен Аджону. Аджон молодец, я с ним, он звонил мне буквально позавчера, мы с ним не говорили, я немножко спрашивал. Ну, у него хорошие ребята. Плюс, они были здесь на его тренировке. Его ребята стояли с нами рядом на тренировке, помогли кое-что, подсказали с ним. Ну, не знали, что знали. Я честно скажу, я не знаю, вот эти ребята Royal Carp, я не знаю, где они прочитали, где они услышали, что у нас на Галейском, не на Галейском, что у нас на наших соревнованиях запрещены карповики-трехчастники. Я не смог у них выяснить, откуда эта информация, но им кто-то сказал, они до этого были трехчастники. Может они не поняли, может они сказали, что двухчастники лучше, чем трехчастники, они не поняли. Я тоже так им сказал, что мне кажется, что просто, я им объяснил про строй, про как делается палка, что она намного лучше, чем меньше кусков. Конечно. Но я говорю, мы никогда не запрещали трехчасти. А то мы полностью поменяли удилища. Они у меня купили новые. Они у меня купили две палки. Они у меня не нужны были, а я все это таскалю всегда с собой. Они увидели, говорят, попробовать. Лишняя палка... Ну, помеха, да. И как и лишний раз, да? И первый раз. Смотри, это самое... Попросили палки, видно, покидали, говорят, продай. Потом катушку увели. Да, продай. Потом машину увели. Я вообще приехал не продавать, по сути дела. А еще и с бабками уехал? Да. Ну, они перевели просто насчет Джейсон. Ну, не знаю. Очень приятные ребята. На самом деле, я еще до этих не дошел, до пиратов. Но, по-моему, тоже они выглядят достаточно... Это Самир там, да? Самир, по-моему, самые друзья. Да, да, да. Там такие многосложные имена, что я в них уже совершенно запутался. Я просто одному должен на эту шкулю пойду. Ну, давай я туда что-то пойду. Если это они. А если это не они? Ну, посмотри по именам в таблице. Познали таблицу? Откуда? Ты же как бы... Это твой сектор? Это... Они за вами, да? Следующий? Один. А, не, через один. У вас... Десятый. Двенадцатый, одиннадцатый, десятое, наверное, получается. А может, и десятый. Десятый сектор... Ро, да? Нет, 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 нет. Это Эйзет. Они последние в списке с нулем. А, окей. Бегти что ли? Нет. Эйзет. А, Эйзет. Все, это четвертый сектор. Сари Або Зет и Амер Або Зет. По-моему... Самир, ну... Самир, Самир, там... Сари Або Зет. Давайте вернемся, как бы, к вам. К сектору, значит, я так понял, что... А, это как раз там, где был этот мост, который начали строить. Не знаю, что это здесь было. Пирс, который развалили, но, наверное, что-то там осталось под водой по-любому. О, осталось хорошо там. Но я помню, что здесь очень многие команды занимали призовые места. Именно в этом секторе. Вот в этом думаем сейчас? Да, да, да. Потому что заход рыбы был с левой стороны оттуда из-за буйков. Но это когда вода отошедшая была, наверняка. В принципе, да. Вы правы. Тогда как бы вода была дальше, конечно. Тогда это, да, играло. Почему? Вот здесь стояли ации, они заняли первое место здесь. Почему? Потому что из-за мыса рыба заходит. Да, она из-за мыса шла. Рыба заходит сюда. Вот. И там тогда была бровка, до которой они доставали. Эта бровка шла от моста, где был лес рыбы. Вот это помнишь? Мы с другой стороны и не могли вытащить рыбу через трёхметронную бровку. Скажем так. Сюда она поднимается к этому месту. И в принципе мыс, вот этот лесок, они делают своё дело. Рыба любит сюда подходить. Да? Не, ну у вас-то рыба есть. Ну, рыба есть. В общем-то, рыба жаловаться, просто тяжело её вытащить. В этом здесь такое. В этом здесь такое. Как сказал Ахмед, кубок клуба показывает, насколько ты спортсмен. Слушай, галейский карп, это больше по кайфу. Это как бы большие сектора, особо никто не мешает. 5 дней. А здесь надо показать в самом плохом секторе, что ты чего-то стоишь. Вот это спорт. Ну можно поспорить. Ну можно поспорить. Давай скажем так. Я не знаю, как Ахмед, конечно, со всем моим уважаемым Кабутиром. На любое соревнование я иду как на соревнование. Никак не на развлечения. И мы серьёзно готовимся уже к второму году как вместе. Серьёзно подготовимся к любому соревнованию как к основному. Успех, который нас сопровождает. Серьёзная подготовка. Смотри, неправильно говорить успех. Успех это когда что-то случайное. Мне так кажется. Ну да. Экономерность его тоже не назовем. Ну это заслуга. Может быть заслуга. Потому что очень большая работа производится с Сашей там на месте. По месту, как говорится. Вот мы обсуждаем. Вторая. Угу. Мы обсуждаем это всё. Как говорится. Как говорим. Да, 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 да. На берег пошёл. Да? Да. Да. Не твердо. А? Нет. Ну сбросило ещё. Пусть какая-то не так далее. Ну, грусть сбрасывает, перегонаршивает и всё. Даже не почувствует ничего. Значит не заступилось. Ну... Слушай, а мы... Вот это расчисткает дилемма. Таким монтажом. То есть в зацепах лучше сэф идти. В зацепах лучше сэф идти. В зацепах лучше сэф идти. В этом результат того, что у нас получили. Ладно. Давайте мы закончим. Потому что мы так и от вас и не уйду. Никогда. Да, да. Работать я вам тут мешаю. Значит... Как всегда желаем не хвоста, не чешуи. Как там? К водяному? К нему родному. Ну, вместо нахрен я понял. Вот. Или как к водяному, это туда. Да. И... Давайте. Будете. Конечно стараемся. Встретимся завтра. Давайте. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok